Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком не скромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему Отечеству. Я очень это ценю, и это глубоко личное. Вы должны понимать, что тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, мы его никому не отдадим. При этом, бывая в церкви, я это не скрывал, всегда говорил о том, что оплотом вот этого мира является православная церковь. Но просто потому, что она гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями. У нас немало религиозных общин. И Белорусской православной церкви, и здесь, конечно, лидерство неоспоримое. Римская католическая церковь, греко-католическая, протестантские религиозные организации, старообразцы, иудейские религиозные организации, мусульманские, буддистские и так далее. Огромное количество этих конфессий, общин, и нам удалось сохранить вот это равновесие и баланс. При всех событиях, которые происходили и происходят еще, особенно в Минске у нас, нам удается вот этот межконфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, не без ошибок и со стороны наших конфессий. Но хочу, чтобы вы меня понимали и услышали, поняли другие. Если хоть одна организация в Белоруссии, будь то общественная, будь то религиозная, будет нацелена на разрушение государства, вы меня поймите, я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство. Это первейшая моя обязанность. Конечно, я вынужден буду реагировать. Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Никому. Я хочу, владыка, чтобы вы понимали мою позицию. Да вы ее и понимаете. Мы очень активно сотрудничали с церквями. И не только православными. Вы знаете, что при моей поддержке и мечеть построена здесь, и мусульмане никогда нам не создавали проблем. Никогда. Я часто говорю, что мусульмане всегда, сто процентов практически поддерживали на всех выборах власть. И меня как президента. Никогда. Мы никогда себе не позволим, как это президент Франции недавно начал заявлять, о свободе слова и религиозных чувствах. Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульмана и так далее? Ну вот как раз, может, ему надо посредничество между ним и мусульманами. Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Я этот пример провожу к тому, что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была, каждый человек должен найти свою дорогу к храму. Хочет в костел? Иди молись. Хочешь в нашу церковь? Иди молись. Хочешь в мечеть? Пожалуйста, иди туда. Да. Но если предпочтение наши люди отдают православию, ну надо с этим считаться. Надо всем общинам с этим считаться. И вот эта вот истина, она способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. У нас большая православная церковь никогда не обижала меньшую. Никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то не хотелось. Почему? Потому что не примет народ. Народ хочет спокойно молиться, спокойно заниматься своими делами. Конечно, я понимаю, что вот пандемия, коронавирус, они очень серьезно повлияли на экономику государства и церкви тоже. И приходы немножко обеднели, потому что меньше людей приходит, люди пытаются как-то себя защитить, хотя мы не закрывали никогда храмы и закрывать не будем. Потому что любая беда, иди и молись, чтобы Господь помог. Но так мы всегда говорили. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда этого делать не будем. Это дело каждого человека. Хочет помолиться, пусть пойдет помолиться. Один, вдвоем, семьей. Поэтому в этом плане мы готовы войти в положение. Надо проработать этот вопрос в правительстве. И если нужно церковь поддержать, вот в эти трудные времена, особенно с пандемией, это надо, значит, поддержать.